Аллилуйя, давайте Богу воздадим аплодисменты. Давайте будем благословлять. Дудуга, пребудьте в мире. Вы миссионер, который спасет 237 стран мира. Давайте будем наслаждаться благословением первенца, чтобы получить дачу 10 тысяч верующих в эту эпоху. Благодарю Бога за прославление. Действительно, во время каждого нашего шага. Там будет сокрушаться тьма. И люди будут получать исцеление. И будут сходить в благословение. Я благословляю, чтобы каждый шаг ваш стал таким. Сейчас мы в шести местах в этой церкви. В одно и то же время преподносим баслужение. И скоро уже приближается этот день. Наверное, где-то один месяц. И потом мы сможем вернуться уже в большой зал и преподносить баслужение. И потом, в любом случае, мы с вами можем сейчас наслаждаться благословением богослужения. В тех местах, где мы преподносим с вами баслужение. И так же самое сейчас еще на разных языках пропадуется это слово. И вот я всегда чувствую, потому что я чувствую небольшое бремя, потому что я быстро говорю. И, ну, конечно, те, которые переводят, ну, могут ли они так переводить? Вот я постоянно вот об этом беспокоюсь. Могут ли они вот так быстро уразуметь слово и перевести? Поэтому, мне кажется, что те, кто переводят, действительно, они получают благодать от Бога. И вот я не пытаюсь подстроиться опять от переводчиков. А наоборот, переводчики, они подстраиваются под меня и переводят. И бывает, что я говорю быстро. И, наверное, им, ну, очень тяжело. Вот, наверное, да, тяжело им переводить проповеди. И вот сейчас вот мы достроим вот эти, строим вот эти, как бы, боксы. Место для переводчиков. Пожалуйста, молитесь за переводчиков. Сегодняшняя тема. Значит, сначала предложите мир. Да, вот мы прочитали сегодня. Тема. Предложи городу мир. И вот мы прочитали соответствующее место отписания. Вот если объяснить одним словом жизнь верующего, спасенного, это духовная война. На всех местах действия, вот мы говорили с вами в прошлый раз, обязательно духовная война должна присутствовать. То есть духовная война. И еще. И что это за церковь, которую Бог будет использовать в это последнее время? Да, конечно, важно там служить друг другу в церкви. И, конечно, важно, чтобы служение было в церкви. Но в эту эпоху, последнюю церковь, которую Бог будет использовать, это та церковь, которая ведет духовную войну. То есть, конечно, да, важно там церковь служить, помогать друг другу, и ради этого мы собираемся. Но то, что действительно Бог желает, и ту церковь, которую Бог будет использовать, это та церковь, которая будет вести духовную войну. Вот такую Бог использует церковь. Первое, верующие, которые ведут духовную войну, это те верующие, которые ведут духовную войну на своих местах действий, это значит, что они правильно увидели свои местах действия. И вот мы сегодня тоже с вами прочитали местное списание, связанное с войной, правильно? И на прошлой неделе я им говорил, что для того, чтобы вести духовную войну, необходимо восстановить духовную систему. Вот особенно израильский народ, до того, как они вошли в землю Ханан, там говорится, что им надо было сделать. То есть, как нам было поступать до, вот прежде, чем войти. И вот та же самая, это касается и наших с вами, нас верующих в это время. Значит, мы с вами, конечно, сталкиваемся с различными трудностями. И тем не менее, Бог, Он совершает Своё действие, Бог совершает Своё служение. Но что необходимо понять? Значит, что когда происходят какие-то события в жизни и в мире, и в истории, в мире, да и политике, то есть, это всё Бог допускает, и тем не менее, во всём, и тем не менее, нам необходимо с вами вести духовную войну всегда. То есть, мы, находясь в этом вере, должны восстанавливать Царство Небесное. Потому что, если даже хорошо живёшь в этом мире, но не восстанавливаешь Царство Небесное на этой земле, тогда обязательно придут трудности. Поэтому, прежде, что необходимо восстановить, необходимо восстановить Царство Небесное на местах действия. Иисус Христос, когда Он пришёл на эту землю, самое первое слово, которое Он провозгласил, это Матфея 4, 17. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть, Господь, Иисус, Он говорит о Царстве Небесном. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Что это значит? Что каждому из нас Бог дал обещание Царства Небесного, и каждому из нас Бог приглашает Царство Небесное. Вот это имелось в виду. И когда Иисус учил о молитве, в Матфея 6, 10 стихе, Он говорит, молитесь так, «Да придёт Царствие Твое, да будет и на земле, как на небе». Вот так вот учил Царство Небесное. Почему? Потому что каждый из нас в отдельности, затем место действия, мир. Если не сойдёт Царство Небесное, то чтобы не было на этом месте действия, это не принесёт пользы никакой. Вот в этом мире, земном, то есть Бог дал нам повеление, чтобы мы молились за восхождение Царства Небесного и спасали людей, которые находятся во власти дьявола. И необходимо для начала помнить, что Бог, Он и сейчас совершает Царство Небесное. Как? Война. Сейчас Царство Небесное постоянно расширяется. И таким образом оно совершается на земле. Вот в Матфея 13 главе есть много притч о Царстве Небесном. Вот если посмотрите вот эти все притчи Матфея 13 главе, то сказано, что так незаметно, тайно, но постоянно и неизбежно Царство Небесное расширяется на этой земле. И тогда сегодняшнее слово говорит нам о том, как нам стать теми людьми, которые расширяют Царство Небесное и которые следуют по Божьей воле. По Божьей воле. Вот сегодня хор пел. Каждый шаг, который ты делаешь, пусть расширяется, пусть распространяется любовь Христа. И вот та же самая, что нам необходимо сделать, чтобы расширял Царство Небесное? Первое. Давайте начнем войну мира, чтобы спасти и исцелить для начала. Значит, на некоторых местах действия, на любых местах действия, первое, что необходимо сделать? Начать войну мира, чтобы спасти и исцелить для начала. Поэтому сегодня в 10 стихе что сказано? Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Прежде предложи ему мир. Вот об этом говорится. Что это значит? Значит, прежде, что необходимо делать людям, всем, людям необходимо узнать и узнать и принять Евангелие мира. Вот сейчас меняется эпоха, и люди хорошо живут, кушают. Затем, возможно, придет время, когда будет тяжело жить и кушать. Но, тем не менее, настоящая проблема, которая в нашей жизни, это не то, что не хватает что-то покушать или не хватает чего-то для жизни. Дело в том, что есть проблемы, которые человек сам решить не может. До того момента, пока не узнаете Евангелие. Бог сотворил человека по своему образу подобным. Вообще, вот это само слово сотворил по образу. Что это значит? Это значит, что человек, он был сотворен Богом. Поэтому его существо произошло от Бога. Поэтому, пока мы живем на этой земле, получая Божье благословение, наслаждаясь ими, мы можем завоевывать этот мир, управлять этим миром. Вот такое благословение изначально Бог дал человеку. Поэтому сказано, что человеку он управляет всеми творениями. Потому что Бог дал человеку духовное благословение, чтобы он мог овладевать и управлять всеми творениями. И когда Бог сотворил человека, то есть человек, он признавал Бога и наслаждался Божьим благословением. Поэтому, если вы посмотрите деяния, в бытие 1.31 сказано, что и сотворил Бог все человека за шесть дней. И написано, что сотворил очень прекрасно. И потом в бытие 2.19 мы видим, что Бог повелевает Адаму называть животных. И вот Адаму называет. То есть что это значит? Значит, называя животных, Адам признавал, что творцом всего на этой земле является Бог. А потом Библия говорит нам о том, что люди согрешили и начали развращаться. в бытие 6.5 написано, что все люди думали только о своем. И все. Они были переполнены злым во всякое время. то есть люди, которые не знают Бога, все их мысли это все мысли, которые противны Богу. То есть они противоположны Богу. То есть это вражеские Богу мысли. Как бы человек не думал. То есть Бог смотрит на такого человека, как на противника. И вот Римлянам 8.7 сказано, что они ожесточились в своем уме и не повинуются Божьему закону. Да потому что они могут. То есть кажется человеку, что он делает что-то хорошо, но в глазах Бога это не так. Значит все, что он делает хорошего якобы это все противно Богу. То есть оно противится Божьему. И есть вот люди они в этом мире они хвастаются и вот люди хвастаются что-то затем у людей могут быть какие-то конфликты но во прошествии времени жизнь человека становится более темной затемненной. Почему? Потому что он направляется в сторону которая противоположна Богу. И в итоге вот со временем человек он делает жизнь только еще сложнее. Поэтому что очень важно здесь необходимо узнать Евангелие и встретиться с Богом. Вот это самое первое что необходимо человеку. Вот мы сами так же для нас должно у нас должно получиться это благословение узнать Бога и встретиться с Богом. Через Христа через Евангелие прежде необходимо встретиться с Богом. И вот вы тоже думая о месте действия одного за одним человеком сделайте чтобы эти люди не узнали Евангелие. Поэтому самое первое что необходимо сделать чтобы другие люди узнали Евангелие и встретились с Богом. Потому что если что-то делать другое не зная этого то это все будет бессмысленно. Поэтому начните заново действительно знать Евангелие и предавать Евангелие. И после того как мы с вами узнаем Евангелие больше моя жизнь не является какой-то ущербной несчастной вот мы об этом узнаем. И возможно будут приходить какие-то трудности но все равно что Бог говорит? Что ожидай ожидай потому что я тебя знаю то есть мы сами тебя не знаем но если я узнаю Христа и буду наслаждаться Христом тогда я узнаю настоящего себя насколько я вообще жалкое творение среди многих творений вот и я который даже жизнь веры веду неправильно и выйдет у меня благодарность за то что такой как я вообще получил спасение выйдет впечатление о спасении в то время с вами если не Евангелие тогда я умру то есть если я не узнаю Евангелие тогда нет жизни то есть если неважно тогда люди живут в заблуждениях и они усердно зарабатывают деньги но в итоге жизнь такого человека находится во тьме пустоте хаосе и вот кажется что человек он сам является хозяином своей жизни но он сам даже до конца не знает своих проблем и вот таким образом живет поэтому для нас для нашей жизни всем является это это узнание Евангелия то есть очень важно познать Евангелие хотя тоже я слушаю некоторых людей и вот они утверждают свое и вот они судят со своей точки зрения но нам необходимо с точки зрения не евангелия на все смотреть и на культуру и на все нам необходимо понимать что в этом мире в реальности действует сатана а из-за того что люди они не знают Евангелия их жизнь она разрушается хотя они думают что они сами хозяева своей жизни и то есть они как бы говорят что я хозяин но они не знают что сатана действует в этом мире сатана он бог века этого поэтому они говорят ну достаточно просто усердно жить достаточно что-то делать это слова людей которые не знают что такое духовные проблемы и как бы вы ни жили доброй жизни если вы не сможете осознать Евангелия вы не сможете встретиться с Богом и тогда вся жизнь ваша будет находиться в руках сатаны то есть поэтому жить правильно жить усердно но в этом нет толку если по-настоящему узнать Евангелие увидеть себя увидеть этот мир тогда мы вообще поймем важные вещи Матфея 6.33 Иисус говорит ищите прежде старца небесной правды его а все остальное приложится вам если действительно я смогу получить ответ относительно проповедования миссионерства тогда действительно Бог он даст все благословения и необходимо посмотреть также на мою жизнь сейчас у меня что-то не получается потому что нет Христа но с точки зрения но с точки зрения Бога что что бы восстановилось Евангелие поэтому люди которые не знают Евангелия для них проповедование миссионерства так же самое но оно не имеет никакой ценности и не пытаются вот что-то там вот люди которые не до конца понимают Евангелие усердно вести жизнь веру то есть люди не знают что не зная Евангелие они идут вообще в противоположную сторону от Бога вот сейчас все это происходит все о чем я говорю и сейчас ну почему так потому что люди не смогли правильно познать Евангелие и не могут правильным образом наслаждаться Евангелием поэтому что очень важно для начала это встретиться со Христом получить спасение по-настоящему встретиться с Богом и с начатом Божьим и потом я я мои потомки мое имущество дом чтобы все были использованы ради Божьего дела и вместе вести духовную войну то есть мажья жизнь и сейчас это духовная война для того чтобы мы могли вести эту духовную войну каждый раз что Бог нам дает Слово Бог дает поэтому вот вы как получили спасение то что получили спасение не надо из этого угорчаться вот у вас сейчас есть прошлое раны но вы за это держитесь отбытие 6 глава 11 глава 3 глава то есть люди вышли отсюда а вы до сих пор держитесь за это поэтому поэтому Бог для того чтобы совершенно помочь вам выйти из этого Бог Он дает нам Слово чтобы нас исцелить и полностью восстановить нашу жизнь поэтому поэтому по прошествии времени вот чем больше проходит время тем больше нельзя упускать Божье Слово необходимо благодарить также за спасение поэтому вот если вы посмотрите что вот все герои веры они вот они они постоянно ходили на гору на гору почему гора это было гора это было это было место встречи с Богом для того чтобы мы больше не держались за нашу старую жизнь поэтому хоть мы получили спасение но мы держимся за свою старую жизнь поэтому Бог для того чтобы исцелить нас от этого неправильного чтобы восстановить нашу жизнь Бог дает нам Слово поэтому очень важно держаться за Слово вот настолько надо держаться за Слово чтобы силу новую обретать от Бога поэтому то Слово которое Бог нам дает это Слово которое нас исцеляет И вот этим словом необходимо всё восстановить. И вот если пройдёт время, и мы с вами будем держаться от слова, то что мы заметим? Сила появляется. Поэтому это непростое событие, когда мы с вами получили спасение, и мы восстановили образ Божий. То есть Бог через спасение внутрь нас посеял образ Божий. И чем больше мы с вами находимся в слове, тем больше моя душа обретает силы. Вот Бытие 2.7 об этом говорится. И тогда что? Как произойдёт? Если душа моя обретёт силы, будет жить, тогда что произойдёт? То есть что произойдёт? Хоть я и слабый, но если я буду обретать духовную силу, я смогу всегда вести духовную войну. Поэтому чадо Божьему Бог дает власть. И вот эту власть надо каждый день использовать, чтобы одерживать победу. Я на день 12 сказал на тем, которые приняли его верующим во имя, он дал власть Бог быть чадами Божьим. То есть власть Бог дал быть чадами. То есть в тот момент, когда мы верим, в тот момент, когда мы верим, тогда наше положение становится положением чада Божьего. И, соответственно, положению Бог даёт нам власть. Бог даёт нам власть. Но поскольку у нас нет духовной силы, мы не можем этим наслаждаться. Но когда мы держим сейчас за слово Божьего, то мы можем одержать победу в духовной войне. Почему? Потому что с этим миром надо воевать. Надо воевать с плотью. Потому что сатана, который держит этот мир и плоть, он постоянно садыкует. Поэтому с ним необходимо воевать. Поэтому хоть мы и получили спасение, если мы не сможем восстановить духовную силу, мы не сможем вести духовную войну и на своих местах действия будем жить со своей старой сущностью, привычками, характером. Действительно, восстановление положения своего и власти — вот это и есть начало обретения духовной силы для духовной войны. Я благословляю вас на то, чтобы у вас это получилось. Потому что в этом мире все воюют. То есть, смотрите, кто воюет? Те, у которых сила есть. И нам необходимо с вами воевать, иметь духовную силу. Поэтому я благословляю, что вы восстановили вот эту духовную силу в своей жизни. Вот в Библии есть благовестник Павел. И вот у него, когда был его такой важный период жизни в Ефесе, он сказал одно слово. Вот я потом буду говорить еще отдельно полностью через книгу Ефесянам о книге о жизни Павла. Значит, Ефесянам — это послание, которое Павел написал в тюрьме к верующим в городе Ефес. И вот если посмотреть на целую книгу, то можно увидеть три первые, как бы три важных пункта. Первая — это Ефесянам первая глава, с первой по десятой стихи. Затем вторая глава — это третья глава. Затем вторая — это третья глава, с первой по девятой стихи. И четвертая — это четвертая глава. То есть там Павел он учит молитве. Вот первое, если вы посмотрите, Ефесянам первую главу, 17 стих, то Павел он говорит, молитесь, чтобы получить духа мудрости и откровения, чтобы вы могли познать Господа лучше. То есть молитесь о том, чтобы наполняться Духом Святым, и тогда молитесь, чтобы открыл ваши сердца, для того, чтобы истинная надежда, она вселила с вас. И вы испытали, какое наследие Бог приготовил для своих своих. То есть, смотрите, мы с вами получили спасение, а теперь нам надо с вами знать, как и Бог для нас приготовил благословение. Поэтому надо просить о Божьей мудрости. А затем, Ефесянам третья глава, сказано, что мы обрели силу Духа Святого, 17 стих, чтобы Христос вселился в наши сердца. И вот 17-18 стихи сказано, чтобы мы оставили старого Я, плотского Себя, и могли сосредотачиваться на Христе, на горне, на небесном. Почему? Потому что каждый день мы живем, как старые люди, поплочивши. А теперь нам надо жить, как новые люди, чтобы мой Дух обретал силу. И последнее, о чем сказано Ефесянам, это номер три, а это шестая глава, сказано о духовной войне. То есть Павел говорит, что наша война не против плоти и крови, Ефесянам 6-12, а против духов злобы поднебесной. То есть есть у Божьей расписания. Бога и свое расписание необходимо соответствовать этому расписанию. Поэтому вот вы так же само, все, которые сидите сейчас на этом месте богослужения, подумайте, а у меня какое расписание сейчас в жизни? Внутри какого расписания я нахожусь? Ну, конечно, есть те, которые только недавно получили спасение. Есть те, которые сейчас восстанавливаются в богослужении. Но, конечно, везде надо вести духовную войну, используя свою власть. Но сейчас необходимо задуматься, я внутри какого расписания нахожусь? Какое мое расписание? Я богослуживаю, чтобы в течение этой недели вы вели духовную войну, чтобы вы могли наслаждаться этим богослужением. То есть желаю, чтобы вы просмотрели на свою жизнь и восстановили богослужение духовной войны. Во-вторых, для того, чтобы вести духовную войну, всегда я пребуду вместе с вами. Иисус пообещал нам это. Иисус Христос пообещал, что Он всегда будет вместе с нами, чтобы мы вели духовную войну. Это действительно так. Христос, который управляет всеми творениями, Он и сейчас находится на престоле Божьего, и на престоле Он управляет всей историей, всем человечеством, всеми жизнями. То есть Христос со престола, то есть Христос на престоле, что Он там сейчас делает? Он и сейчас управляет жизнью всех людей и обеспечивает, вот Он силы обеспечивает. Затем управляет историей, затем Он управляет жизнью, смертью, благословениями, прокатами, управляет церковью. И сейчас есть то, что Христос делает с престола Божьего. Как главный герой всемирной евангелизации, Он совершает всемирную евангелизацию сейчас. Поэтому в Марка 16, главе, с 19 по 20 стихи сказано, что Христос, сидя на престоле, содействовал ученикам, которые шли и проповедовали. О чем это говорит? Что сейчас Он совершает всемирную евангелизацию с престола Божьего. Об этом говорится. Поэтому нам необходимо всегда получать Его водительство. Вот это очень важно. Вот особенно Иисус, Он сейчас совершает свой завет в нашей жизни. И каждый возле нас в отдельности Он ведет сейчас. И затем Он совершает свой завет в нашей жизни. Значит, что это за завет? Уже в бытие было пророчественно. Пророчество, что придет Христос и закончит все проблемы. Поэтому в Новом Завете, Яна 19, Иисус говорит, все совершилось. Что совершилось? То есть то пророчество, которое было, оно совершилось. То есть и сейчас Христос на престоле, что Он делает? Он совершает всемирную евангелизацию спасения 237 стран. Поэтому Бог дает нам благосостояние в нашей жизни, чтобы мы стали героями всемирной евангелизации. Поэтому Он говорит нам, идите во все народы, идите до края земли. Вот этот вот завет о проповедовании, вот, если мы хватимся за него, то внутри этого повеления есть все благословения. Значит, и вот Бог, Он сейчас действительно несет ответственность за Икарей, потому что Икария совершает всемирную евангелизацию. Вот, моя жизнь, все мое. Кто за это несет ответственность? Бог несет ответственность. Вот посмотрите, вот посмотрите, в Ветхом Завете, да, ковчег был. Любой, кто входил в ковчег, получил спасение. Вот так же все самое. Любой сейчас, 237 стран, 5000 племен, кто встретился со Христом, получил спасение. Поэтому, вот, если вы чем-то занимаетесь, все это связывайте с 237 странами. Если, к примеру, вы занимаетесь бизнесом, связывайте это с евангелизацией с 237 странами. Почему? Потому что и сейчас Бог, Он нас ведет ради всемирной евангелизации. Вот у меня есть уверенность, что для того, чтобы мы могли открыть с вами эпоху для евангелизации 237 стран, возможно, мы столкнемся с конфликтами, с препятствиями, с гонениями. Потому что сам Господь, Он тоже об этом говорит. Поэтому, вот вы сами в отдельности, ваш бизнес, ваша семья, я желаю, что все эти местодействия, они будут преисполнены благословениями вашей жизни. Почему? Потому что вам самим надо жить и надо совершать всемирную евангелизацию, потому что сейчас сам Господь Христос, Он двигается на основании вот этого завета всемирной евангелизации. И смотрите, сейчас вот пришла корона, ну, конечно же, это, ну, как бы, бедствие, да, столько трудностей, но, в другой стороне, Бог открыл эпоху, бесконтактную эпоху. То есть по онлайну, сейчас по всему миру можно вести какие-то дела. И вот вчера, во время субботнего обучения, основа обучения, вот пасторин тоже сказал, что сейчас необходимо, чтобы наша церковь, она подготовилась для того, чтобы по всему миру передавать Евангелие и иметь общение со всеми миром. То есть как возможно по всему миру общаться? По онлайну. И вот для того, чтобы мы сейчас могли осуществлять эту работу, мы сейчас меняем всё в этой системе телерадиоовещания. Почему? Потому что если мы подготовимся, тогда обязательно Бог благословит нас. Потому что Бог обязательно совершает свой завет. И если Бог начнёт совершать свой завет, никто не может остановить этот завет. Поэтому Бог будет брать ответственность за меня, за мою семью. поэтому я бы оставлял, чтобы вы, как народ Божий, держав за завет, выходили на места действия. И в эту эпоху 237 стран вы могли ухватиться за тот завет, который Бог будет совершать. И тогда во-вторых, держав за этот завет, нам необходимо детально получить ответ на места действия. в сегодняшний месяц Писания Бог говорит кого-то спасти, кого-то не пощадить, кого-то оставить, кого-то уничтожить. что-то значит. То есть есть причина, есть причина у Бога, чтобы кто-то остался живым. Поэтому Бог говорит, вот этого оставь, а вот этого не оставь. Вот в жизни веры, вот действительно, что очень важно, на месте действия помнить, что Бог, Он и будет совершать на Моем месте действия Своё Слово. То есть я не могу сам совершать Божьё Слово, поэтому Бог даёт мне Слово. И я, когда держу за это Слово, Бог, Он совершает это Слово. Каждый раз, когда я начинаю выходить на место действия. То есть Бог, Он будет всё совершать согласно Своему Слову. И вот Давид, стар Давид, у него была вот эта привычка. Прежде чем идти на войну, он всегда спрашивал у Бога вопрос. Вот если посмотреть первая параллельпоминон 14.10, Давид, он спрашивает Бога, стоит ли мне идти и атаковать филистильно, и привудет ли твоя рука на мне? и господ и господ сказал иди моя рука будет с тобою. Первая параллельпоминон 14.10. То есть смотрите, прежде чем выходить на войну, значит, то есть не просто можно было Давиду пойти и воевать, Давид, он спрашивает у Бога, нужно идти или нет. То есть водительство получают. А вот прежде царь, царь Саул, он был совсем не такой. Вот если посмотреть Первое царство, 15 глава, 22 стих. То есть вот здесь пророк Самуил, он говорит, вот почему ты проявил неповиновение Божьему Слову и сделал то, что Бог сказал тебе не делать. То есть царь Саул, у него были свои расчеты. свои выгодные расчеты, поэтому пренебрегая Словом Божьим, он следовал своим расчетам. То есть Бог через сколько Самуила говорит, пойди туда, убей, сокровищ не бери. А он что сделал? Он взял сокровища и ослушался Божьего Слова. Поэтому вот с того момента Бог принял решение больше уже убрать царя Саула с царского престола. То есть очень важно следовать за Божьим Словом. То есть мы с вами слушаем Слово и по тому, как Слово говорит нам делать, мы поступаем. Вот это есть же сфера. И вот та же самая за место действия. Не думайте тяжело. Просто в течение одной недели держите за Слово. И как говорить мне Слово, так и поступайте на месте действия. И тогда Бог будет все совершить. Потому что есть подготовленные люди на месте действия. Есть люди, которых Бог приготовил для спасения. И когда мы с ними сможем встретиться? Когда мы держимся за Слово и поступаем по Слову. И не когда мы что-то делаем по-своему. А когда мы держимся за Слово выходим на место действия. тогда Бог тех людей, которых Он приготовил, Он дает нам встречу. И Бог совершает свое служение через нас. Поэтому это самое важное в нашей жизни вера. Все делать по Слову. Давайте скажем по Слову. Будем спрашивать Бога. Будем делать так, как Бог нам говорит делать. Вот Благовестник Павел вот когда проведал там. Но вот служение именно в Афинах это то место, где Павел потерпел поражение. Почему? Потому что Афина это была столица философии, правильно? То есть это была столица, когда люди обменивали своими мнениями. То есть много знаний было. И Павел он тоже был человеком, который был начитан и образованный. И поэтому он решил проповедовать Евангелие, используя свои знания. Но потом в итоге Павел потерпел поражение проповедованию в Афинах. О чем здесь говорится? Значит говорить надо только то, что Бог дает. Необходимо поступать только так, как Бог говорит. Вот такое надо принять решение. Поэтому Павел он это осознав в Колоссяном он так говорит. А 1-й крифтам 2-1 он говорит, что когда я приходил к братьям, я пришел быть у вас не знающим ничего, кроме того, как проразглашать им слово больше. И потом 2-й стих я пришел к вам, чтобы говорить вам только об Иисусе Христе и при том распятом. 1-й крифтам пришел к такому заключению, что я больше свои знания использовать не буду. Я как будто не знающим ничего. То есть по моим планам, по моим мыслям вот так не надо поступать. Надо делать, надо двигаться на основании того, что Бог дает мне. То есть почему мы говорим, что я сопротивлялся со Христом? Уже не я живу. И Павел говорит, я принял решение. Больше за своими знаниями не следовать на свои силы не полагаться. Конечно, силы хороши, знания хороши, но вот эти знания, они противятся Богу. То есть Бог не использует тех, у кого только знания. Кажется, что у меня есть знания, я смогу что-то сделать, но вот эти знания, они наоборот, они делают меня невежественным относительно Бога. Они забирают у меня веру в Бога. поэтому ваши знания не нужны. И ваша сила не нужна. Даже если вы бессильны, нормально. Если я буду наполняться Христом и выходить на место действия, тогда Бог даст мне встречу, Бог прикрепит ко мне подготовленных для спасения людей. Поэтому какое сейчас мое расписание? Держаться за слово, слушать Божий голос и следовать тому, что говорит мне Бог делать. И тогда Бог на месте действия, Он прикрепит ко мне людей, которые подготовлены на месте действия. Я благословляю во всеми Господа, что вы могли вот таким ответом наслаждаться. Я подытожу слово. Значит, желаю, что вы пришли к заключению в двух вещах. Самое важное это спасение. Если не получил спасение, поражение, разрушение. Поэтому вот это Евангелие, которое вы имеете, насколько оно великое. И вы через Евангелие, если обретете силу, будете этой силой жить, тогда вы, ваша семья и все проживать. Вот когда мы строили церковь, пришел один пастор, и он дал слово поздравительное. Вот он начал говорить, Тарьков Хана, вы лежите за Евангелие. Куда вы не пошли, ставьте туда знамя Христа, чтобы сатана одерживал поражение. Поэтому так же надо, чтобы наши все верующие держали за слово, на всех местодействиях вы хотели. И вот таким вот образом мы начали встретиться в этой церкви. И потом, давайте с вами посмотрим на брошенные местодействия. То есть если мы просто оставим брошенные местодействия, действительно они станут местом бедствия, местом действия больше всего. значит брошенные местодействия это значит это места, где очень много проблем. Вот сейчас у нас с вами пришла эпоха бедствий, да? Откуда эти бедствия будут приходить? Эти бедствия будут приходить с вот этих мест, брошенных местодействий. То сатана будет судить их, осудить. Поэтому нам необходимо держать за слово пойти на эти местодействия брошенные, чтобы Бог не судил это место, а чтобы наоборот это место через нас получило благодать, спасение получили. Поэтому вот у нас сейчас вышло слово, чтобы в 70 местах лидер простых верующих, каждый верующий в 80 местах мог поставить церковь, чтобы мог молиться за 70 мест действий. Но прежде чем вот это 70, что необходимо? Необходимо, чтобы моя жизнь стала счастливой и за Христа, и за воскресного слова. Поэтому я был с вами, чтобы каждый день вы могли восстановить вот это счастье, как ранняя церковь, в Теонии 5.42. Каждый день в храме и перед домом не приставали благовестать и учить о том, что Иисус является Христом. То есть мы с вами не можем быть счастливы из-за того, что мы имеем много денег, либо же у нас много знаний. Но посмотрите на раннюю церковь. У них что, было много денег? Нет, у них не было много денег. Но они находили свое счастье раннюю церковь, хоть они были преследованы? В храме и по домам не переставали учить благовестать об Иисусе Христе. И внутри вот этого они стали самыми счастливыми людьми. Поэтому я благословляю с вами, Господь, чтобы это слово совершило в вашей жизни. Бог, благодарим тебя. Спасибо за то, что ты призвал нас, чтобы мы могли вести духовную войну. Господь, ты помоги, Господь, помоги, чтобы мы могли всегда спрашивать тебя, чтобы могли поступать так, как ты нам говоришь делать. Благодарим тебя за все. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодарю.